Ребята, всем привет! Межкультурная коммуникация как особый тип общения. Обратите внимание на смайлики, как они общаются. Первый подминивает, а вторая отправляет воздушный поцелуй. Настоятельно рекомендую вам узнать значение эмоджи. Итак, начнем. Межкультурная коммуникация. Существует множество определений межкультурной коммуникации. Допустим, по мнению Гудкова, межкультурная коммуникация есть общение языковых личностей, принадлежащих к различным лингвокультурным сообществам. И как любая коммуникация, представляет собой взаимодействие говорящих сознаний. Леонтьевич считает, что в межкультурной коммуникации есть непосредственный или опосредственный обмен информацией между представителями разных культур. Верещакин и Костомаров называют межкультурной коммуникацией адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным культурам. Грушевицкая, Попков, Садохин рассматривают межкультурную коммуникацию как совопокупность разнообразных форм и отношений и общение между индивидами и группами, принадлежащими к разным культурам. Итак, межкультурная коммуникация существляется на разных уровнях. Первый уровень — это общение между различными этническими группами. Общество может состоять из различных по численности этнических групп, которые создают и разделяют свои субкультуры. Допустим, в Кыргызстане у нас 83 нации, и мы друг с другом находим общий язык. А второе — это общение между лицами с различным образованием, профессией, у которых разное происхождение, социальный статус. Допустим, я преподаватель, общаюсь с поваром, директором, уборщиком или, может быть, профессором и так далее. Третье — общение между представителями различных религиозных конфессий. У меня, допустим, есть друзья не только мусульмане, возможно, у меня есть друзья буддисты, католики, протестанты, иудеи. Нет, у них нет. Но, возможно, у вас есть мусульмане, индейка, конфоксионисты, представители зориастрийской религии и другие. Следующее общение между людьми разного возраста и пола. Допустим, самому моему маленькому другу 4 года, а самому старшему, допустим, 73 года. Вы также можете общаться с бабушками, дедушками, сестрами, братьями, и также с соседями разного возраста, друзьями, другими людьми. Общение между жителями разных местностей. Допустим, у меня есть друзья в Ираке, в Иране, в Азербайджане. Мы можем общаться друг с другом через интернет или в Африке. Вы точно так же. Общение в деловой среде при контакте представителей разных предприятий может возникнуть поднимание. Допустим, если у меня будет компания, и эта компания будет во всему свету, и, допустим, представители китайской культуры, скорее всего, будут возмущены представителями английской культуры. И точно так же, допустим, японцы, испанцы и так далее. Допустим, потому что в Японии это принято. Допустим, когда вы здороваетесь, японцы не кланяются обычно. Либо они на достаточно далеком расстоянии здороваются друг с другом. Испанцы же наоборот, они предпочитают обниматься и целовать друг друга при приветствии. Следующее. Коммуникация — это процесс кругового взаимодействия, который включает в себя отправителя информации, ее получателя и само сообщение. В прошлом году на тренинге у Самата Несбекова проходили это, поэтому я не стала на этом зацикливаться. Просто скажем, что участником на коммуникации является отправитель, получатель, который различается по своей функции в процессе межкультурной коммуникации, источник адреса, степень активности, отправитель более активный, чем получатель, по характеру деятельности, подировщик и депутировщик информации. Качество взаимоотношений между коммуникантами может зависеть от степени знакомства соотношений комплексов ценностей и ролевых отношений. Отношения к межкультурной коммуникации. Осознание себя как участника межкультурной коммуникации является положительной предпосылкой, настраивающей коммуникантов на эффективное общение. Собеседники, выступающие в контакт с представителями чужой культуры, должны учитывать эти обстоятельства при выборе коммуникативных средств, так как это облегчает их взаимодействие. То есть мы можем выбрать язык общения с вами. Может быть, это будет YouTube или TikTok, может быть Zoom, может быть WhatsApp, может быть Google. Как нам удобно общаться. То есть собеседники, выступающие в контакт с представителями чужой культуры, должны учитывать это обстоятельство. А если же это будет чужая культура, допустим, китайская культура, в которой популярен такое приложение, как WeChat, скорее всего мы бы с вами общались через WeChat. Но так как нам удобно общаться через YouTube, мы общаемся через YouTube. Следующая. Так носители языка, обладающие опытом межкультурного общения, стараются говорить более четко и медленно, избегают использования дион, сленга, оказианализмов и усеченных синтетических конструкций. То есть человек, который много путешествовал, и видит, допустим, туристы, да, которые первый раз, то, скорее всего, он постарается говорить более четко и медленно, чтобы человек понял, о чем ты говоришь. Но... Да, и также избегают использования идиом, которые ты не поймешь, например, если мы скажем, уши горят, да, иностранцу он не поймет. Однако в некоторых ситуациях высокий уровень коммуникативной компетенции иностранца вводит в заблуждение носителя лингвокультуры, и он обращается к собеседнику как к соотечественнику. То есть если у вас очень хороший высокий английский или у иностранца очень хороший русский, и он, скорее всего, понимает эти францезиологизмы, то он обращается к нему как к своему, да. Также и вы. Если вам говорят «вэн пикс флай», вы понимаете, что это не означает, что свиньи летают, да, такие коммуникативные акты нередко заканчиваются неудачей. То есть если вдруг вы не знаете, что такое «вэн пикс флай», вы подумаете это дословно, начнете себя накручивать, да, и в конце концов коммуникация будет неудачной. Но если вдруг вы знаете, то она сложится довольно удачно. Ситуация усложняется, если у оба собеседника не информированы о принадлежности друг друга к разным культурам. Допустим, есть различные культуры, да, но давайте скажем, южная и северная культуры, например, у карбизов, да, как, допустим, на юге принято, чтобы когда женятся молодые люди, тот жених, он сидел прям, ну, как будто на троне, очень много тишеков ему стелят, и это говорит о том, что он вступает в брак, он главный в семье и так далее. На севере такой практики не имеется. Социальный мотив при вступлении в межкультурные контакты оказывает существенное влияние на характер межкультурной коммуникации. Речь может идти о выживании в чужой стране, да, если входит какая-то опасность, у вас нет денег, нет никаких средств для существования, вы, возможно, потеряли телефон, если у вас есть только один паспорт, или если вдруг потеряли его, то выживание в чужой стране, то, скорее всего, вам нужно будет обратиться к людям, да, скорее всего, в посольство. Поэтому выживание тоже акт межкультурной коммуникации. Или же чисто деловом общении, то есть если у вас вдруг очень богатая компания, да, вы создали многомиллиардную многомиллиардную компанию, которая приносит вам прибыль, соответственно, вы будете очень часто общаться в деловом мире и иметь контакты в разных планах. Основанном на расчете, то есть, и они тоже имеют значение, да, есть такая новая профессия, называется на межвалютный переводчик, то есть это человек, который просто вам переводит валюты, да, допустим, с долларом и солнцем, на евро. следующее искренним и доброжелательным отношениям, то есть если вы будете со всеми подружиться, это тоже важно, да, связано с желанием познать чужую культуру или в рожденном настрое. Например, чаще всего в некоторых культурах из-за того, что враги, да, говорят, что нужно выучить язык, потому что они нам враги, либо наоборот, да, потом мы учим язык, потому что они нам друзья. То есть интенсивность культурных переживаний и межкультурной коммуникации находится в прямой зависимости от того, насколько действенны следующие факторы. Этноцентризм, языковая компетентность, глубина подружения в чужую культуру и другие. Как нам пишет Леонтьевич, глубина переживаний несомненно сильнее у человека, лично вступающего в межкультурное общение. То есть, если я пойду в магазин в другой стране, в банки, на улице с параллельным, осуществление различных коммуникативных действий, включая речевые, нежели у туристов, которые наблюдают в чужую страну из окна автобуса. если я еду в Дубае, смотрю на чужую страну из окна автобуса, и все. Никаких у меня переживаний нету в плане межкультурного общения. Если же вдруг мне нужно напрягаться, пойти в магазин, банк, или на улице с кем-то познакомиться, или я что-то потеряла, или мне нужен человек, или у меня батарейка сила в телефоне, мне нужно поговорить, то соответственно уровень личного переживания будет выше. По форме коммуникация может быть прямой, косвенной, или опосредованной, или непосредованной, простите, опосредованной или неопосредованной. Например, при прямой коммуникации информация адресована предвидетельным получателем. Допустим, я отправила в ЖСМИ сообщение напрямую. Если я отправила сообщение, скорее всего, это текстовая информация, она письменная. Если же я с ней поговорила лично, то, скорее всего, это устная форма. Устная речь сочетает себе в вербальные и невербальные средства. То есть, если я что-то ей сказала, она поняла, но при этом какой у меня был тот голос, как я выглядела, какие у меня были глаза, какие жесты. Это тоже имеет значение. Телевидение, пресса, интернет. То есть, это тоже имеет значение. Через что нам посылают информацию прямую? Косвенная форма коммуникации включает также чтение иностранных журналов, книг, просмотры иностранных фильмов, международная реклама, дистанционное обучение. На данный момент у нас косвенная форма коммуникации, поскольку мы обучаемся дистанционно. Неопосредованные и посредования формы общения различаются с точки зрения наличия или отсутствия в коммуникативной цепочке промежуточного звена, выступающего в роли посредника. Функция посредники может выполнять человеку, например, переводчик или техническое средство, телефон, иклепор, и так далее. Например, когда я была в Катаре, мне было очень трудно, потому что я не знала арабский язык. И в качестве неопосредованной формы общения у меня выступал в гугл-переводчик. Я просто ставила и все. Он мне переводил на английский. Следующее. Виды коммуникативной деятельности. Коммуникация предусматривает различные виды коммуникативной деятельности, договорения, аудирования, письмо и другие. Обычно еще чтение. Общение представляет собой двусторонний процесс действия со стороны отправителей и получателей информации синхронизируется и является своего рода зеркальным отражением друг друга. Говорение всегда идет в паре со слушанием, а жесты и мимика в паре с их зрительным восприятием. Эти закономерности универсальны как телекоммуникации, внутренней культуры, так и для межкультурной публикации. Замечали, что жесты и мимика для нас имеют гораздо большее значение, чем то, как и каким голосом говорит человек. Хотя для 7% это тоже важно, но в основном около 90% людей, они визуалы, поэтому им важно как человек выглядит, как он двигается, какие у него жесты, какие у него мимика и только потом, как он говорит, каким тоном говорит и голос. Только 7% населения он делает. Поэтому чаще всего очень трудно понять по телефону, какие чувства испытывает человек. Конечно, можно понять, но не всегда. Человек может сыграть на эмоциях, он может спрятать свои грусти или радость от вас. Следующие параметры содержания информации. Тематика общения может разделяться на опасную и безопасную. Безопасными темами при общении с мамой знакомыми людьми считаются погода, дети, род, занятия, и домашние животные. Опасными темами считаются религиозные верования, политические убеждения, сексуальные, этнические расовые проблемы. Общение может отличаться по стилистической тональности и жанру. Именно поэтому вытекните никогда нельзя с незнакомыми или малознакомыми людьми говорить на тему религии, политики, сексуальных предпочтений, здоровья, этнических и расовых проблем. Поэтому чаще всего вопросы либо общение с незнакомцами начинается с вопроса «Какая хорошая сегодня погода?» или, напротив, «Какая мерзкая сегодня погода?» На этом все. До следующего блока. Пока-пока. Пока-пока.